МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика» в студии Ольги Пырочкиной в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые технологии очистки, современные оборудования, автоматизированные комплексы. Все это показали Михаилу Игнатьеву в Новочебоксарске. Временно исполняющий обязанности главы республики ознакомился с работой биологических очистных сооружений. Как на БОСе реализуют проект реконструкции, увидел и мой коллега Дмитрий Ковалев. Неприятные запахи, которые то и дело разносились по улицам, для жителей города Спутника уже давно забытая проблема. За последние годы на биологических очистных сооружениях провели масштабные работы. Первым делом Михаилу Игнатьеву показывают воздуходувные установки. Их закупали за рубежом. Старые насосы пока не демонтировали. После проведенного ремонта их планируют использовать в качестве резерва. Модернизировали здесь и цех термической сушки осадков. Эта технология позволит продлить срок работы шламонакопителей. Мы на шламонакопитель, на его карты этот осадок не пускаем. За счет того, что мы сейчас перерабатываем, у нас получается шламонакопитель, который построили один-двенадцатый, он будет порядка 50 лет использоваться. Мы из-за этого отказались от строительства другого шламонакопителя, который примерно должны были вложить 220 миллионов. Осадки сточных вод поступают в этот цех. Сначала их обезвоживают, а затем и высушивают. Поступающие сюда отходы уменьшаются в 100 раз. После термообработки из одной тонны жидких осадков получается 100 килограммов золыя. Из этого материала получают вот такие топливные брикеты для газовой котельной. Разрешение на использование есть. Это подходит к четвертому классу опасности, который безвреден для человека. Ученые говорят, что если минимальных дозах, минимальных объемов, это вполне можно использовать. Реконструкция наочебоксарского БОСа для республики приоритетный инвестиционный проект. На его реализацию было выделено более 2 миллиардов рублей. В дальнейшем мы будем поэтапно работать, смотреть и реализовывать до конца этот инвестиционный проект. Дальше, конечно, придется косметические работы проводить и работать над тем, чтобы запахов над Новочебоксарском не было, чтобы жители Новочебоксарской жили в красоте. С точки зрения экологии, это вопрос у нас в государственной политике является приоритетом, и мы над этими вопросами занимались и будем заниматься. Новые линии очистки на БОСе работают без перебоев. Эффект от реализации проекта еще только предстоит подсчитать. Специалисты отмечают, что современные установки предотвращают сброс в полку 600 килограммов активного хлора. Медриковалев, Рессель Мухаммедов, Республика. В Новочебоксарске вплотную занялись реконструкцией дворовых территорий. Михаилу Игнатьеву показали некоторые из них. В этом дворе по улице Винокурова недавно установили новую игровую площадку. Вместо ржавых турников и скрипучих качелей здесь появились многоуровневые конструкции с горками, круселями и современные спортивные тренажеры. Местные жители говорят, что детский городок никогда не пустует. Местная детвора его уже облюбовала. В городе спутники преобразились и другие дворы. Где-то установили игровые комплексы, а где-то проложили новый асфальт. За три года было реконструировано более 100 дворовых территорий. Временно исполняющий обязанности главы республики отметил, что проблема благоустройства всегда была задачей номер один для муниципалитета. Ежегодно там 30-35 дворов делали. По этому году практически мы завершаем благоустройство 100 дворовых территорий. Мы взяли на себя ответственность, мы взяли на себя обязательства и делаем для того, чтобы самочувствие горожан города Чапуксарска стало лучше, чтобы они друг другу больше улыбались от этой красоты. Михаил Игнатьев отметил, что в ближайшие годы в Новочебоксарске будет реконструировано еще 100 дворовых территорий. На это уже заложено необходимые средства. Инспекционный объезд руководителя региона по городским дворам превратился в прием по личным вопросам. Все просьбы жителей Михаил Игнатьев взял на контроль. Начался в Новочебоксарский капитальный ремонт дороги по улице 10-й Пятилетки. Долгое время данный участок трассы вызывал недовольство автомобилистов. Ямы и неровности наносили серьезный ущерб автомобилям. Замена 4-х километров дорожного полотна, реконструкция бордюров, установка лежачих полицейских – вот неполный список планируемых работ. На улучшение дороги был выделен 81 миллион рублей. В первую очередь безопасность на дороге. У нас сколько и ДТП происходит по этой причине как раз таки. Пытаемся объехать или же наоборот попали в яму, что-то произошло и, естественно, это достаточно плохо. И страдают не только водители, но и пешеходы, которые могут находиться в этот момент вблизи дороги. Поэтому мы очень счастливы, что наконец-то после стольких лет начали заниматься дорогой обустройством. Согласно графику, закончить строительные работы подрядная организация должна 25 августа. Следом будет проведен ремонт уличного освещения. «Чуваш Автодор» в результате открытого конкурса на проведение ремонтных работ по улице 10-й Пятилетки в городе Новочебоксар стал победителем. По характеру работы, выполнение на данном участке работ обуславливает собой снятие верхнего слоя, то есть фрезерование асфальтобетонного покрытия, придание профиля дороги и устройство нового асфальтобетонного покрытия. Подождать осталось немного. Совсем скоро автомобилисты смогут проехаться по отремонтированной трассе с ветерком. Алексей Табинов, Сергей Рябчиков, Республика. Чебоксарская городская детская больница номер один вошла в топ-3 лучших детских поликлиник России. Такую информацию озвучили на пресс-конференции Минздрав соцразвития России. Ведомство впервые представило рейтинг поликлиник. В него вошли более 1200 медучреждений из 80 регионов страны. Городская детская больница номер один заняла второе место в топе, получив почти 9 баллов по 10-ти бальной шкале. В затянувшемся диалоге с жителями самовольно возведенного поселка в столице республики, так называемого Шанхая, может быть поставлена точка. Представители администрации Чебоксар, компании «Застройщик» и будущие новоселы обсудили дополнительное соглашение к договору о развитии застроенной территории. Посещать Калининскую администрацию у жителей самовольно возведенных домов в поселке Шанхай – дело уже привычное. Сюда приходят и те, кто не согласен с предлагаемыми условиями, и те, кто уже подписал договор со строительной компанией. Каждый по своему подходит. Мы, например, договор заключили. Мы согласны были. Другие там, у кого дома побольше, площадь побольше, они требуются побольше. Ну, там несколько человек прописано. У меня семья маленькая, значит, я согласился на это. Напомним, что вопрос о переселении самовольно возведенного поселка возник после того, как некоторые его жители не согласились переезжать в квартиры, которые им предлагает строительная компания. И это при том, что у них нет законных прав ни на землю, ни на постройки. Они не соглашались подписывать договор застройщикам. Основные аргументы – отсутствие неких гарантий со стороны городских властей на исполнение застройщикам своих обязательств. Отсутствие в договоре оценки жилья по рыночной стоимости и то, что дополнительное соглашение было подписано не главой администрации города Чебоксара Алексеем Ладыковым, а исполнявшим в тот момент обязанности главы столичной администрации Алексеем Маклыгином. У прокуратуры свое мнение. Законодательством не предусмотрено предоставление муниципалитетам или государственным гарантией за исключением правильных денег. Это муниципальные гарантии, по которым конкретные суммы должны быть определены в бюджете муниципального образования. В данном случае у нас бюджет муниципального образования на 15-16 год принят. Там таких сумм не предусмотрено. Соответственно, администрация города участвовать в предоставлении муниципальных гарантий не может. Представитель прокуратуры также разъяснил, что предоставить земельные участки в собственность невозможно. Земельный кодекс предусматривает предоставление земли только через аукцион. После долгих консультаций с жителями поселка Шанхай было составлено еще одно дополнительное соглашение. Мы рассмотрели все ваши пожелания, посчитали возможности и ориентарность всего этого проекта и решили согласиться. Было подписано дополнительное соглашение. Обещаю, выполню свои обязательства перед вами до конца марта 2016 года. Все им будут заключены договора. Данное домосоглашение подразумевает несение изменений в приложении номер 1Б. В результате данного приложения к домосоглашению осталось 76 домов. В данном списке также, в данном приложении также отображены именно те граждане, кто согласен на предоставление 33 квадратных метров. И было изменено приложение номер 1Б. В нем осталось 115 фамилий, 115 домов, владелец которых согласны на расселение наимных условиях. Соглашение должно быть подписано не позднее 24 июля. И в соответствии с графиком начнется его выполнение. Татьяна Молокова, Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. С 1 июля изменились тарифы на электроэнергию, водоотведение, водоснабжение. Госслужба по тарифам посчитала примерные цифры роста платы жителей республики за коммунальные услуги на примере платежной квитанции. За пример специалисты госслужбы по тарифам взяли дом номер 6 по улице Хузангая. Услуги в этом доме предоставляются по открытой системе. По представленной квитанции в декабре месяце плата за все коммунальные услуги составляла 3945 рублей 89 копеек. Начисление за июль 2015 года без отопления составит 1428 рублей 93 копейки. Если мы берем эту же квартиру уже с услугой отопления, значит, изменение платы у нас произойдет на 347 рублей 24 копейки, или же это в процентах 8,8%. Если мы в октябре к этому прибавляем еще плату чисто затопления 2864 рубля 20 копеек, то плата у нас станет 4293 рубля 13 копеек, и разница с декабрем составит 347 рублей 24 копейки. По расчетам специалистов предельное повышение составит в среднем 9%, но есть муниципальное образование, где рост тарифов выше. У нас по новой Чебоксарску индекс изменения составил больше, чем установленный для Чувашской республики 11,2. Это связано с тем, что в городе реализовываются инвестиционные программы, как коммунальных сетей, которые сегодня поставляют услугу водоснабжения, водоотведения, так и о коммунальной технологии, эксплуатирующей сети теплоснабжения. Там индекс составит 15%. И рост платы граждан, соответственно, с июля по декабрь не должен превышать 15% от уровня декабря в сопоставимых условиях. Для каждой семьи плата может меняться и в зависимости от поставщика коммунальных услуг, и от объема потребления. То есть, если установлены счетчики, то и оплата будет меньше. Кроме того, если изменение тарифов превышает 22% доходов семейного бюджета, то можно обращаться в органы соцзащиты для начисления субсидий. В республиканском бюджете на 2015 год предусмотрены 273,5 миллиона на поддержку социально незащищенных граждан. В первом полугодии субсидии получили более 16 тысяч семей, в среднем по 1100 рублей в месяц. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Закрылась очередная смена в лагере «Школа выживания». Только отличившиеся своими знаниями и физической подготовкой курсанты детской полицейской академии смогли участвовать в закрытии смены и побороться за жетон юный спецназвец. Самый лучший учащийся получил отличительный знак – черный берет. Постарайтесь сегодня показать, в первую очередь, конечно, себе, но и нам, все, чему вы научились, как за время учебы в детской полицейской академии, так и на сегодняшних курсах. Среди густого папоротника и высоких сосен на берегу Волги 36 мальчишек и девчонок из разных школ решили испытать свои силы и дух. Все эти ребята – курсанты детской полицейской академии. Это своего рода дополнительная школа. Здесь также проходят уроки и следят за дисциплиной. Воспитывают в детях любовь к родине и стремление сделать свою страну лучше. Лагерь является своего рода проверкой теоретических знаний, полученных в академии. Работа детской полицейской академии имеет уже достаточно давнюю историю. Мы имеем хорошие примеры в густников академии, которые стали достойными гражданами нашей страны. Десять дней проходят по четким расписаниям. Здесь все подчиняется двум принципам. Дело, как я – офицеры обучают курсантов, как нужно выживать в полевых условиях. И от сверстника к сверстнику. Выпускники помогают новичкам освоиться в непривычной для них обстановке. Ребята сами убираются, стирают, моют посуду. Помимо этого, им приходится каждый день заниматься физической подготовкой. Испытания порой приходилось преодолевать на последнем издыхании. Я бы не сказала то, что каждому по силам. Конечно, в мире не без труда, надо готовиться к этому. Ну, тяжело, но выдерживали многие ребята наши. Ребятам пришлось нелегко. Бег в воде по пересеченной местности, засады на пути следования. Приходилось ползком пробираться под выстрелами. Разборка и сборка оружия, стрельба на меткость. Нормативы для настоящих спецназовцев смогли выполнить пять человек. Среди них одна девушка, Ксения Гордеева. Честь носить почетный черный берет и жетон юный спецназовец удостоился Юрий Федоров. Это было очень тяжело. Это победа была над собой. Каждый мог добежать, но в итоге выживает сильнейший, как говорится. Спасибо моему тренеру, спасибо за сборы, спасибо моему товарищу подполковнику, который заставлял нас каждое утро и вечер бегать по три километра в лесу. Такой лагерь – хорошая возможность воспитать крепкий дух и проверить себя на выносливость. А еще ребята стали настоящими друзьями, которые всегда придут на выручку. Ведь для спецназа главное – товарищ рядом. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. Печальная новость. На 63-м году ушел из жизни наш коллега, журналист-обозреватель газеты «Советская Чувашия» Лев Васильев. Лев Леонидович, член Союза журналистов России, начал трудовую деятельность сотрудником многотиражки «Текстильщик». Работал в газетах «Чебоксарские новости», «Вести Чувашия Республика». С июня 2005 года корреспондент, а затем обозреватель газеты «Советская Чувашия». Лев Леонидович награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Почетными грамотами Союза журналистов, лауреат Республиканской журналистской премии имени Эльгера, которую он получил в 2012 году. Нашим журналистам удалось тогда побеседовать с Львом Васильевым. Я из той серии, у меня 32 публикации в этом году было опубликовано, мне, например, запомнилась «Пугачевская башня». Это вот о знаменитой башне в городе Цивильск, которая вроде бы никаким боком не относится к Пугачеву, но вот именно названа «Пугачевской башней». Коллектив национальной телерадиокомпании «Чувашия» выражает соболезнования родным и близким Льва Васильева. Прощание пройдет 24 июля с 12 до 14 часов по адресу города Чебоксара, улица Гражданская, 19. В столице Республики продолжается возведение Большого соборного храма в честь Сергия Радонежского. Он расположится по улице Калинина. Строительство приурочено к 700-летию со дня рождения подвижника. О том, на какой стадии сейчас находится возведение храма, расскажут наши корреспонденты. В древности на Руси православные храмы всегда строились всем миром. Эта традиция продолжается и сейчас. Постройки храма приурочили и благотворительную акцию «Именной кирпич в стену храма». Главная цель этой акции – собрать средства на постройку собора. Это наподобие, как в древности и сегодня монастырь подают пожертвования на помин души, как говорится. В акции уже приняли участие многие государственные деятели, бизнесмены и просто верующие люди. Сертификаты номиналом в 300, 1500 и 3000 рублей есть во всех храмах. Таким образом вы приобретаете «Именной кирпич». На нем следует написать свое имя или же имена близких и родных. Все эти кирпичи будут возложены в стену храма. Хочу сделать пожертвование при постройке храма, потому что я постоянно хожу в церковь. Мне это очень помогает. Такие сертификаты я приобретала в другие храмы, когда строились. Это очень для спасения души своей, значит, и можно вымолить людей умерших и помочь строить церковь. На сегодня на месте возведения собора работы идут полным ходом. Завершается строительство подвальных помещений. И даже несмотря на небольшие сложности, возникшие с проектированием и проведением некоторых работ, первый этап строительства будет завершен уже к началу августа. По словам Василия Борисова, директора строительной фирмы, проект храма является уникальным. Он будет четырехпрестольный, высотой более 50 метров. Учитывая то, что в очень тесном контакте строители работают с Чувашской епархией, с органами власти, как местное самоуправление и республики, я думаю, строители справятся с остальными задачами. Ну, 30-31 число все объемы по строительству первого этапа нулевого цикла будут выполнены. Уже 2 августа во время визита в Чебоксаре патриарха Кирилла у алтаря храма будет торжественно заложена памятная капсула. В этой капсуле будет бумага с надписью о том, что этот храм заложен при патриархе Кирилле, при митрополите Варнаве. Мария Леончик, Олег Якимов, Республика. В Краснодарском крае проходит спартакиада учащихся России. Уже выступили самбисты, в их числе и 4 представителя Чувашии. Двое из них на родину вернутся с медалями. Екатерина Петрова и Наталья Агапова в своих весовых категориях сумели заработать для команды серебряные медали, благодаря чему женская сборная Чувашии заняла 11 место в общекомандном зачете из 29 регионов. К сожалению, юношам Виталию Федорову и Никите Соколову не удалось взойти на Армавирский пьедестал. Но спартакиада продолжится до 16 августа. И возможно, в копилке Чувашии будут еще медали по другим видам спорта. Симфония бизнеса с озвученными людьми. Именно так называется завершившийся сегодня бизнес-кросс, на котором обсудили вопросы взаимодействия риэлторов и застройщиков. Подобные мероприятия в Чувашии проводятся впервые, но это не помешало разрешить наболевшие проблемы. Репортаж о том, какие вопросы рассмотрели риэлторы и строители, смотрите далее. Я с вами прощаюсь. До свидания. Времена экономической нестабильности достаточно серьезно отразились на деятельности как риэлторов, так и застройщиков. Именно их решили собрать вместе за круглым столом представители союза риэлторов Чувашии и торгового дома Кетра. Они организовали трехдневный бизнес-кросс, который принес желаемые результаты. Мы, получается, напрямую услышали все вопросы от застройщиков нашего города к риэлторам, в чем мы должны подтянуться, в какую сторону развиваться и каким образом нам дальше действовать вместе сообща. Потому что, как известно, один в поле не воин. Поэтому в данном случае, учитывая ситуацию на рынке недвижимости, которая сложилась не только в Чувашии, но приходится признавать, что это фактически на самом деле есть. Работать лучше сообща, вместе. Так будет более слаженный механизм. Как отметили риэлторы, 40% их клиентов готовы рассматривать первичное жилье. Однако многие застройщики не предоставляют полную информацию о строящихся объектах, что во многом замедляет поиск. Этот фактор не выгоден для обеих сторон. Опытом разрешения подобных проблем поделился участник из Санкт-Петербурга. Первое – это автобусные туры, которые в паритете с застройщиком и с риэлтором. Мы организуем клиентов, застройщик либо обеспечивает сотрудника, который рассказывает техническую подоплеку, и клиентов возят по нескольким объектам конкретного застройщика. Из 30 человек, которые в автобусе сидят, пятеро по-любому гранируют, и уже покупка идет. Плюс еще одну крайнюю вещь скажу. У нас работает СРМ-система. У нас есть агентство недвижимости, которое занимается только новостройками. Но СРМ-система – это когда 60 застройщиков туда свои объекты выставляют, и, допустим, ко мне приходит покупатель, я ему прямо у себя в офисе могу забронировать квартиру. Участники «Круглого стола» признали необходимость объединения. Теперь важно правильно организовать взаимодействие риэлторов и застройщиков. Мотивация, гарантии продаж, обмен информацией и многое другое. Одно дело – производить, ну а если не будет реализации товара, производство встанет. И сейчас в условиях кризиса это особо актуально, и поэтому от работы риэлторов, отдела продаж и так далее очень многое зависит. И они поодиночке тоже много не сделают. А когда вот союз вместе работает, и все объединены будут, и все будут владеть информацией, я уверен, работа продвинется. Зафиксировав права и обязанности двухсторонной бумаги, вопросов и разногласий станет меньше, а работать будет проще. Ведь цель застройщиков и риэлторов одна, и участники симфонии бизнеса должны определить, как ее достичь в партнерстве друг с другом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!